Секреты определения пола у хомяков Прежде чем завести домашнее животное, необходимо взвесить все за и против, определиться с видом питомца. Одним из немаловажных аспектов также является определение пола, поскольку самцы и самки хомяков имеют ряд различий во внешнем виде и характере. Определенную сложность представляет небольшой размер грызунов, из-за которого обнаружить половые признаки не так легко. Зачем нужно определять пол грызунов? Этот грызун привлекает внимание многих любителей животных из-за своих небольших габаритов и неприхотливости в содержании. Определение пола будущего питомца – важная и ответственная задача, в решении которой стоит полагаться только на себя. Это связано с тем, что во многих зоомагазинах заведомо неправильно сообщают пол животных, чтобы скорее продать их. Если вас интересует, как различить пол хомяка, вам стоит ознакомиться с особенностями проведения этой процедуры, чтобы не ошибиться и не навредить любимцу. Узнать пол представителей семейства хомяковых стоит, поскольку, в противном случае разведение животных не представляется возможным. Однополые зверьки часто плохо уживаются друг с другом. Нередко случается, что взаимопонимание между парой самцов или парой самок не наступает очень долгое время, и грызуны дерутся друг с другом, отвоевывая право на территорию. Вопрос определения пола любимца является не столь актуальным, если вы решили завести только одну особь и не планируете покупать ему пару. Как осмотреть туловище хомячка? Хомяки не всегда в восторге от того, что их берут на руки, потому необходимо действовать аккуратно, чтобы избежать укусов животного. Если вы хотите узнать, как определить пол хомяка, вам следует действовать осторожно. В первую очередь, стоит приласкать зверька и угостить его чем-нибудь вкусным. Приступать к изучению можно в тот момент, когда грызун расслабится и станет немного сонным. Держать питомца необходимо над полотенцем или чем-нибудь мягким, поскольку животное может испугаться, выскользнуть из рук и упасть. Держать его нужно аккуратно, но и следить за тем, чтобы зверек не сбежал. Далее необходимо поместить ладонь над спинкой любимца так, чтобы ваши пальцы оказались ровно над лопатками. Двумя пальцами, большим и указательным, следует аккуратно взяться за складку кожи повыше плеч грызуна. Поддерживая животное под животик, положить его на спину на вторую ладонь. Если вы осторожно придерживаете любимца за складку кожи, пока он лежит на спинке, вы можете контролировать положение его головы. Также это поможет избежать укусов. Самое главное, не тянуть за кожу на шее хомячка и не пытаться поднимать его таким образом. Это доставит зверьку большой дискомфорт, а также не исключен вариант получения травм животным. Как найти половые признаки домашнего питомца? Половая зрелость у представителей семейства хомяковых наступает в 35 дней. Если ваш питомец уже достиг этого возраста и вас интересует, как отличить хомяка-мальчика от девочки, вам стоит обратить особое внимание на гениталии, наличие сосков на животе, наличие пахучей железы. У самцов по достижении ими половой зрелости становятся сильно заметны крупные яички. Как правило, они овальной формы и очень выпуклые. У самок таких выпуклостей не обнаружится. Если первые два варианта не позволяют вам определиться, то следует поискать пахучую железу на брюшке питомца. Как правило, она желтоватого цвета и располагается точно по центру живота. По внешнему виду она напоминает пупок. Ее наличие указывает на то, что перед вами самец. Если у вас несколько грызунов, пол которых вам неизвестен, вы можете присмотреться к размерам туловища. Как правило, мужские особи значительно крупнее. Это, конечно, не дает стопроцентной гарантии, но, зачастую, помогает определиться. Этот метод использовать не получится в том случае, если домашний питомец всего один, и сравнивать его ни с кем. Если по окончании всех процедур вы так и не нашли ответа на свой вопрос, и вас все еще интересует, как определить хомяка мальчик или девочка, то вам следует просто еще раз осмотреть питомца спустя некоторое время. Часто хозяева пытаются узнать пол животного, которое еще не достигло половой зрелости. Как определить пол хомяка, не достигшего половой зрелости? Стоит знать, что на все сто уверенными вы быть не сможете, поскольку часто различить самца и самочку в маленьком возрасте невозможно. Если вы интересуетесь, как узнать, хомяк, мальчик или девочка, но животное еще младше 35 дней, то вы можете обратить свое внимание на некоторые особенности тела. К ним относится промежуток между отверстиями внизу живота, наличие небольших припухлостей под хвостиком грызуна. А носом очень половое отверстие внизу брюшка могут помочь определиться с полом. Точнее, промежуток между этими двумя отверстиями. У самочек он очень короткий, в отличие от самцов. В некоторых случаях кажется, что отверстие одно. Также можно осмотреть гениталии зверька на предмет наличия отеков. Нередко ими оказываются развивающиеся яички. В случае, если все вышеперечисленные советы вам не помогли и вы все еще не знаете, как узнать пол хомяка, лучше всего обратиться к ветеринару. Специалист сможет безошибочно сказать, самка у вас или самец. Это поможет вам определиться с расселением любимцев по клеткам и избежать, к примеру, незапланированной беременности хомячихи. Ответственный подход к определению пола животного и учет особенностей в поведении особей поможет вам создать оптимальные условия содержания. Похожие темы комментарии и обсуждения.